Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все края должны быть аккуратно закруглены, для того, чтобы ничего не врезалось в диски. Глядя изнутри, выравниваю битлайн. Она же финишная линия протеза. Кусочки облоя, которые мешают. Можно отрывать рукой, чтобы видеть всю картинку происходящего. Здесь я вижу уступы для зубов. Один, второй, третий, четвертый, также пятый. Их сверху видно. И сверху немножко открываю. Делаю такие маленькие полукруги. Опять же, чем лучше протезы отмоделированы, тем меньше он обрабатывается. И толщина мне везде подходит. Он везде круглый и аккуратный. Возвращаюсь на битлайн. Аккуратно подравливаю ее. Делаю закругление сзади. По большому счету я снимаю только маленькие участки, которые образовались у нас при варке. Тут все. С самого начала моделировка, дублировка модели в комплексе. Дает нам понять о том, что чем лучше мы сделаем все предыдущие этапы, тем легче нам будет зафинишировать протез. Поправляю камер немножко. Вместо зубов делаем небольшие углубления. Чуть-чуть заходим туда. Просто для красоты выразить, как будто бы корни зубов. Потихоньку убираем все лишнее, что нам будет мешать сейчас посадить протез на модель. После того, как мы посадим на модель, мы весь протезик загладим. И можно будет его полировать. Очень часто к нам модели возвращаются на финиш с поломанными зубами. Поэтому мы видим, что вот тут вот, в этом месте, у нас не полукруглая формочка, повторяющая форму зуба, а прямоугольную. Вот такая вот, просто ровный угол. Здесь поломан зуб. Поэтому мы с вами немножко больше выберем его, чтобы оно не заходило дальше, чем шейка. Убираем блокировку. Убираем воск, чтобы он нам не мешал. Смотрим, как сидит наш протез. Все везде прилегает. Кламерочки у нас небольшие, аккуратные. 50% у нас заходит на весну. 50% у нас на зубе. Основная фиксация кламмера у нас вот в этом районе зуба. Вот здесь вот. После того, как мы убедились в том, что наш протез сидит до конца, берем копирку и пробиваем по прикусу. Смотрим, где у нас что завышает. Модель должна сидеть плотно, чтобы не было щели. Переворачиваем, смотрим, где у нас происходит завышение. Снимаем модель с артикуляции. Подпиливаем точку там, где у нас завышает. Так у нас немножко бьет вот в этом зубе. Прикус подбиваем до тех пор, пока мископирка не начнет цепляться за живые зубы человека. Пока мископирка у нас держится только на наших пластмассовых зубах. Видите, я не могу вытащить копирку. Когда я подхожу к зубам, которые сейчас есть у человека во рту, я с легкостью ее там протягиваю. Вот. У меня здесь есть щель, которую я должен ликвидировать. Вот у нас копирочка появилась на живых зубах. Обратите внимание, я копирку не могу протащить. Я ее рву. Подбили байт зубы в прикусе. Это очень и очень важно. Чтобы зубы, живые зубы во рту, были в прикусе. Чтобы наш протез ни в коем случае, нигде ничего не завышал. Чтобы пациент мог жевать спокойно своими зубами тоже. Я говорил о том, что у нас здесь немножко поломан зуб. Бор машинкой. Открываемся. Сильно огорать там места не надо. Это редкий случай, но вы столкнетесь с этим. Если я вижу, что где-то немножко застряло гипсо в протезе, шпательком немножко это подбираю. После того, как мы подбили зубы, мы немножко спилили фиссуры, анатомию зубов. Поэтому с помощью такой вот фрезы я немножко подрезаю. Я вижу, что зуб очень тонкий. Сильно там не нужно играться с машинкой. Потому что можно легко сделать дырочки. Фиссуры не должны быть глубокие, они должны быть аккуратные. и более-менее похожими друг на друга. Следующим этапом у нас идет вот такая вот фреза, которая загладит наш протез. Всегда, я предупреждаю, всегда, когда работаете этой фрезой, вы должны работать за стеклом. На небольшой скорости. Скорость должна быть чуть меньше половины, потому что вы видите, что может произойти. Эта фреза с легкостью вам улетит в голову или в глаз, и будет очень большая неприятность. Поэтому я ставлю на половину скорости, опускаю в стекло и приступаю к заглаживанию протеза. Опять же, я не бегаю по протезу. Я становлюсь в одну точку и пытаюсь обойти весь протез. У вас много времени на это не уйдет. Где вам кажется или толстой, или вам как-то там неаккуратно. Всегда можно с помощью этой фрезы чуть сильнее придавить, и она сделает свое дело. Но в основном я ее использую для того, чтобы загладить все неровности, которые у нас были на протезе, и сгладить все концы. У нас протез получается красивый, тоненький, прозрачный, правильного цвета. После этого все, что мы должны будем сделать, отполировать его. Я закругление делаю на битлайн, убираю заусеренцы, которые образуются при обработке. Допустим, мне не нравится до конца сделан здесь пламя. Я с помощью этой фрезы могу закруглить его. Не обязательно возвращаться на всю первую грубую фрезу. На ней вы убираете самые большие погрешности. Вот здесь вот я вижу небольшую ямку. На полировке нам будет ее очень сложно убрать. Для этого мы используем эту щетку. С этой щеточки можно выдавить то, что мы хотим. Этой ямы больше нет. Если бы мы это делали с помощью полировочных щеток, было бы очень долго и нудно, мы бы сполировали себе зубы. Нам осталось вырезать аккуратно шейки. Если бы грамотно и правильно загипсовать, то этого практически делать не надо было. Но зачастую мы это делаем для того, чтобы их красивее выразить и не были аккуратнее. Также я смотрю, я у меня немножко лишний облой и снимаю его. Ни в коем случае нельзя скальпелем зайти ниже зуба. Через этот флексовый материал очень легко видно, где заканчивается зуб. Здесь я прошел практически по краю. У меня зуб заканчивается буквально через миллиметр-полтора. Здесь у меня есть 2-3 миллиметра расстояние, поэтому я его немножко глубже открываю. Это можно делать после полировки. Но если вы это будете делать после полировки, будут небольшие шрамики, которые вот здесь вот проходят, там, где мы скальпелем нарезали это все. И будет не сильно красиво. Приступаем к полировке. Песочек размочили от такого состояния. Песок не жалеем. При полировке никогда не стоим на месте. На зубы сильно не забегаем, но немножко проходимся по зубам. Делаем маленькими участками. Как и со всеми остальными нашими продуктами, идем по кругу, не прыгаем с точки на точку. По жеватке можно немножко пройтись, ввежде того, чтобы закруглить все кисторы, которые мы с вами нарезали раньше. Протез везде закругляем. Ни каких острых, тупых концов. Все должно быть закруглено и аккуратно сделано. Это флексибл протез. Его можно выгибать, но не сильно, чтобы он не поломался. Делайте так, чтобы вам удобно было подлезть к щетке. При этом сберечь зубы. Ни в коем случае зубы сполировывать нельзя. Переходим на другую щетку. Она более нежная. Она очень хорошо спиливает зубы. Максимум, что я делаю, уголком захожу между зубов. Я не делаю вот так вот. Я спилю зубы. Стараюсь идти только по розовым участкам. Кламер никогда не полируем в эту сторону. Но он сломается, хоть и протез флексибл. Поэтому кламер полируем в сторону движения полировочного диска. Не жалеем песок ни в коем случае. Работаем маленькими участками. Потихоньку перехожу на язычную сторону. Постоянно добавляю кусок. Не захожу на зубы. Максимум чуть-чуть подравниваю уголком между зубами. Полировка будет готова в том случае, если вы не будете видеть глубоких разрезов, порезов, углублений. Все должно быть аккуратненько, ровненько, монолитно. После обработки на этой щетке протез у нас получается гладенький. Но вы видите, что он немного матовый. Поэтому мы меняем сейчас щетку. Наносим немного пасты. Опять же, кламерат всегда в одном направлении по ходу щетки. Немного по зубам. Посмотрите, сразу же блеск у нас нарисовывается. Работаем на маленькой скорости. Сильно давить не нужно абсолютно. Посмотрите, он за секунду становится у нас блестящим. Таким, как мы его хотим видеть в самом конце. Вот что мы имеем после полировки. У нас есть маленькие где-то заусенницы. Потому что щетка, состояние все до конца убрать. Скорпелечком по кругу проходим. Единственное, что осталось, пройтись вот этой желтой щеточкой с вазелином. Совсем немного вазелина изнутри. Оно уберет микробаблсы. И сделает наш протезик блестящим и красивым. Изнутри, там где мы абсолютно не полировали. Также можно немного залезть сверху. Может быть между зубов чуть-чуть. И по тесуркам. Ни в коем случае не пытайтесь замазать вазелином не отполированный протез. Потому что я этого увижу и надаю по ушам. Вот наш готовый флексик, который прекрасно сел. Который выглядит изумительно. И который в прикусе у нас хорошо. Везде ничего не завышает.